В этом году мы сдавали в декабре, то есть в декабре обычно где-то уже до засчетной недели мы сдаем экзамен. Обычно они ставят его в расписание в январе, ну посмотрим, хотите в январе, но обычно в этом году мы сдали, большая часть сдала в декабре, просто записали январь и все. То есть, чтобы потом больше времени было на остальные основные ваши экзамены, чтобы на иностранную же время не отвлекать. Значит, у нас есть сейчас у многих сразу вопрос насчет кандидатского. Это все решаемо, но это только на следующий год. После того, как вы сдадите экзамен, то есть один семейство, у меня как раз сейчас, тут мои же, да, они занимаются еще полгода и сдают кандидатский в студии. Или в аспирантуре сдаются. То есть уже, смотрите, я думаю, что кандидатский, если будет группа набираться, там, в этом году сначала года было две, а сейчас осталась одна. Значит, если группа будет набираться, то, естественно, вам идем на встречу. Кандидатский тоже будет, но это на следующий год будете думать. Значит, а зачем сдавать магистерский просто, если кандидатский? Еще раз. Зачем сдавать магистерский, если можно кандидатский сразу сказать, и все. А вы же в магистратуре учитесь? Да. Вот у вас идет магистратурский. Вот раньше так было. Нет, как бы так было. Раньше так было. Да? Вот. Ну, а как вы сдадите? Кому сдадите кандидатский? Где? У нас? Без магистратуры нет. Да, только в аспирантуре. У нас раньше так было. А сейчас, видите, там все это упирается в часы. Никакая кафедра часы терять не хочет. То есть, в принципе, вот мои магистранты, которые сдали в декабре экзамен, им осталось сдать тысячи, и они, в принципе, готовы на кандидатский. Но им надо еще написать эфират, надо будет еще написать перевод. То есть, там дополнительные требования кандидатскому больше тысяч сдается, и еще нужно две письменные работы выполнить. А можно это в течение года вот это все сдать, например, потом сдать магистрский и сразу же кандидатский? Сразу давление нельзя, что вы меня не разрешаете. Ну, в смысле, хотя бы там в конце четвертого года. Через полгода, но нужно, чтобы вы хотя бы несколько раз появились на занятиях подготовки кандидатскому кандидатскому кандидатскому. Я не настаиваю, что нужно в каждом занятии. И магистрские занятия, я понимаю, что у кого-то не будет возможности посещать все занятия, но старайтесь посещать все. То есть, магистрским у нас более, так скажем, сложно в том плане, что вы сейчас все в этой бально-рейтинговой системе с этого года. То есть, значит, вот у меня уже те, кто начали в сентябре, они уже за счет, это уже все вбивалось в компьютерную систему. И вы тоже будете, тоже все ваши оценки, ваши все баллы будут вбиваться в компьютерную систему. То есть, значит, если раньше мои магистры могли мне что-то сдать, что-то не дождать, но главное, я делала упор, что они мне сдали тысячи. И все. То есть, сейчас вам нужно набрать по текущей успеваемости 100 баллов. Каким образом вы их будете набирать? Значит, это вот то, что касается этого семестра. То есть, сейчас я сразу не успела лезть, она бежала. Так, где у меня бумажка? Сейчас на эту бумажку, что это только артистиков, разные программы. То есть, у вас у физика, видите, мы раньше делали как? Мы находили физики, весь поток, физики, инженеры. Мы все проводили тестирование и делали по уровням. Группа посильнее, послабее. Это было, кстати, удобно и как-то оправдывало себя. Сейчас у всех был один иностранный язык, одинаковое количество часов. Вот уже несколько лет ваш институт чего-то мудрит. У каждой кафедры, вот смотрите, те, кто магнитчики, да, у них, значит, 72 часа, в одном семейство 36, во втором. Это немножко отступление пока-то, почему просто объясняю, да? А у физиков, значит, которые у нас эти самые... Конденсированное у них 56 и 56, в разных количествах часов. Потом у физиков, у теоретиков, там еще у кого-то, значит, называется иностранный язык, то, что мы будем за счетки писать в документах вам, да, и в дипломах или где вам пишется это, да, то, значит, у этих самых, у конденсированных состояний у них иностранные в сфере профессиональной коммуникации. То есть, просто я не знаю, такое ощущение, что у вас что, сидели, когда писали учебные планы, и взяли, вот намудрили, я в прошлом году делала 13 программ, то есть 6 программ или 7 или 8, да, нужно было для бакалавров, сколько это для магистров. То есть, вот у нас у бакалавров сидят все в одной группе, да, потоком идут. У одних иностранный язык в профессиональной сфере, у трех в сфере коммуникативной какой-нибудь еще сфере, у кого-то в деловой сфере, понимаете, вот дети приходят на экзамены, принимая экзамены, всем пишу, разное количество часов за счетку, хотя сидели все вместе. И пишу разные названия, поэтому сейчас то, что вы чего-то хотите отсидеть, не будем. Мы просим, конечно, чтобы наконец-то они как нам единую свели, может быть, сведутся, что какие-то спектакли, что 3 плюс, но поколение, посмотрим, что там ваши сейчас надумают. Больше всех думают, физики всегда, у химиков, у биологов, но у них, во-первых, меньше студентов, не такие потоки, а у вас набор больше. Ну, это не было небольшое наступление. Так, кто пришел? Слабочков пришел. Слабочков пришел. Слабочков на Овторе. Слабочков на Овторе, да, Слабочков. Слабочков на Овторе. Так, значит, где у меня, значит, это самое, куда я положила, бально-рейтинговая система. Значит, ну, прежде всего, пока я ее еще, я сразу говорю еще, значит, как-то субборный человек, очень первым добрымся о времени. Значит, так, среда, то есть, значит, вот у нас должно быть два раза в неделю. Значит, если хотите в один раз в неделю, то это могу значит сделать, что? Значит, среда, но третью, четвертую пару ставить. Четвертая пара можете, потому что у меня кандидаты, первая, вторая пара у них, у них первая пара занятия, вторая принимает тысячи. У вас, у вас две пары должно быть занятий, и еще плюс тысячи. Поэтому, так, вот думайте, есть вариант, в среду две пары, или одна пара в среду, одна, например, в четверг, но на Чапаева. Во сколько? Так, это, значит, только, это вторая пара, в 10-40. Можно в субботу тоже в 10-40. Если две пары, а? Давайте лучше утро. Утром у меня, в среду, мне заняты. Ну, нет, когда-нибудь только лучше. В субботу. В субботу не получается, но нет. В субботу не получается. У меня в субботу третья пара на Чапаева, то есть, я две пары вполне могла вас взять, но и все могут. И так, в среду, в среду, значит, третья, четвертая. То есть, пока мы с вами уходим на вторую, третью. Следующую неделю, вторая, третья. То есть, пока. Пока у меня там кандидаты насчитывают, они не готовы сдавать тысячи, поэтому пока вторая пара ваша, и третья пока ваша. А почему мы будем большой перерыв делать? Тут же между второй и третьей. С переливом. После второй пары делаем перерыв. И на третьей паре. Ну, это неоптимально, наверное, как-то. А? Неоптимально. Ну, извините, я не робот. Ну, ладно, хорошо. Я думаю, вам тоже надо перекусить, тоже в столь юном возрасте портить желудки еще рановато. Ну, в принципе, мы можем это все решить. То есть, значит, пока остается среда. Значит, я вас жду в следующую среду, ко второй паре так же, а потом скажу дальше, что будет. У нас в чем проблема? Проблема в кабинетах. То есть, в другие дни, ну, некуда поставить только потому, что нет кабинета. Вот нам видеть дали лабораторию, поэтому вот пока нам не дают на сегодняшний день, поэтому мы по максимуму будем использовать. Значит, первое занятие мы будем... Ну, сегодня мы проведем с вами тестирование, и я вас отпущу. После того, как все объясню. А следующее занятие мы проводим две пары, пока вы насчитываете первые тысячи. С какого-то определенного времени, значит, помимо этих двух пар, появится еще время, когда мы будете давать тысячи. Но это слишком много. То есть, мы будем хотя бы, ну, например, полторы пары проведем, и пол пары, например, будут по два, по три человека принимать тысячи. Вот так, наверное. Ну, если кто-то не может в это время, в любое другое время договариваемся индивидуально, тоже будут принимать тысячи. Вот кто, кому удобно в субботу вызывать тысячи, можно в год приходить в субботу, то есть будете приходить на Чапаева. То есть, ну, это, по ходу, договоримся. Понятно, да? Ведь у нас с вами, помимо практических занятий, еще есть индивидуальные, то есть, где я с каждым должна... Вот эти вот тысячи вы сдаете на индивидуальные занятия. Так, при классе опять начать. Все, договорились нас за счет этого пока. Теперь, начните насчет байно-рейтинговой системы. Где у меня ваши таблички? Так, вот они таблички. Нет. Здесь не нужно. У нас аттестация текущая и итоговая. Что входит в текущую аттестацию? Это вот в течение семестра, чтобы сдать за счет. Так, вы какая группа у меня? Сто тридцать. Триста семнадцать. Триста семнадцать. Вот как раз, да. Это еще не все. А? Это не все группы еще есть. Ну, физики все здесь. Сто двадцать пятая, триста семнадцатая, пятьсот первая, шесть четырнадцатая, семьсот первая. Все здесь, да? Других групп нет. То есть, вот у вас у всех одна байно-рейтинговая табличка одна. То есть, почему? Потому что у вас самостоятельная работа должна быть тоже очень много часов. У кого-то, ну, неважно, то есть, вы считываете, это все от того, чтобы вас тоже самое не перегружать в ходе осмотрительной работы и не приближать преподавателя. То есть, если можно вам до задания, нельзя преподавать, если можно преподавать, и вам нельзя. То есть, это вот наша дурацкая система, но, тем не менее, она действует. Что у нас будет, чтобы сдать за счет, что нужно сделать? Итак, значит, вы сдаете тысячи. Значит, в этом семестре вы должны, всего за магистратуру вы сдаете триста семьдесят пять, себе пометили где-то. Значит, в этом семестре вы сдаете двести тысяч. То есть, значит, сейчас подбираете тексты себе, тексты в соответствии с вашей специальностью, специализацией или научной работой. Если у вас уже есть какая-то научная тема, есть научный руководитель, то можете уже с научным руководителем поговорить, утвердить себе списочек. То есть, наметить, чтобы не в пустое работать, а чтобы это с пользой, потом вам дальше, мало ли вы идете куда-то дальше, там и так далее, да? Чтобы вы читали и переводили то, что вам нужно, а не что попало. Понятно, да? Значит, но в любом случае по своей специализации. Значит, физика, значит, физика, какая там ваша специализация. Значит, у геодезистов своя, у митрологов своя, значит, там приборы у вас, значит, свое что-то. У всех разные тексты. Так, значит, как вы сдаете тысячи? Значит, вы читаете это все, значит, принимаю так, поскольку я у вас принимаю двести тысяч, так, двести тысяч, мы сделаем таким образом. Значит, вы сдаете по пятьдесят тысяч, не больше пятидесяти. Меньше можно, но не меньше тридцати. Значит, от тридцати до пятидесяти тысяч за один раз. Что вы делаете? Составляете словарь. Ну, говорить с магистром уже пообзасный бесполезно. То есть я сколько ни говорю, все равно составляют по алфавиту, потом не могут найти. Один раз выписал слово, не может. То есть первые, когда, ну, первые раза два хотя бы, попробуйте вот этот пообзасный. То есть вот обзас читали, переводили, все, что незнакомое, что выписывали, чтобы у вас было. Потом, когда вы уже втянетесь, потом уже эта лексика у вас все равно будет повторяться, поскольку у вас тема одна, и, ну, по опыту, знаю, что, в принципе, одна и та же лексика повторяется много раз, и вы ее запоминаете. То есть тогда уже хотите, можно сделать алфавитный. И, пожалуйста, вот вы читали первый параграф, слово выписали. Через два параграфа это слово встретилось, но вы его выписали в первом, но вы его не узнали. Выпишите его снова в третьем параграфе. Потому что потом искать, в каком параграфе оно было, это тоже не вариант. Два-три раза выпишите, запомните, сами понимаете. Значит, как я буду принимать? Значит, вы приходите с этими тысячами, я записываю сколько тысяч, да, смотрю эту работу, записываю название, там, да, и так далее, страницы, все. Значит, чтение, то есть первый абзац любого текста, который вы подобрали, значит, ну, выбирайте, например, да, вот такой вот формат, там, значит, маленький абзац, значит, два маленьких абзаца, или один большой. Первый абзац на контрольное чтение. То есть на экзамене у вас будет тоже техника чтения. Поэтому все слова из первого абзаца с транскрипцией, особенно с ударением, поскольку у вас профессиональные тексты и своя терминология, и часто, то есть я знаю это слово в другом контексте, да, может быть, или, значит, там, ударение, может быть, знаете, что у глагола так, а у терминов вообще все по-своему. Поэтому обязательно выписывайте слово с ударением, с транскрипцией. И когда вы мне считаете, вы этим можете пользоваться. Сдаете, то есть за это оценка не снижается. Так, вы прочитали. Затем я вот эти все ваши 50 тысяч здесь переведите, здесь переведите, здесь, то есть любой абзац, то есть несколько абзацев я вас попрошу перевести. То есть сразу с листа, без особой подготовки. То есть, ну, вы можете пользоваться своим словарем, который вы составили. Ну, так же, как у вас было на первом франкурсе, помните, да? То есть вот таким же образом. Значит, к этому относитесь серьезнее, потому что, значит, если вы, у вас словаре это есть, я оценку не снижаю. А если вы и словарей нет, и перевести не можете, и догадаться по смыслу не можете, значит, оценка, естественно, снижается. Так, и сразу же, сразу же, значит, мы с вами начинаем прямо с первых же тысяч, вы пересказываете в виде резюме. То есть вот из этих 50 тысяч вы выбираете кусочек тысячи на полторы. Тысяча двести, тысяча пятьсот. Ну, это обычный introduction, обычно такое бывает, да? Или какой-то параграф, ну, вам понравится, то есть он обычно идет вот на полторы тысячи достаточно, и там связано с тем, с его можно пересказать в виде резюме. Что такое резюме, помните, то есть это не то, что пишем в CV, да, оно тоже называется резюме, а это пересказ в виде резюме, это что-то в виде аннотации. То есть здесь все учились в нашем университете, так, вы еще учились по старой программе, поэтому вы все пересказывали в виде резюме, то есть вам давались мучевые фразы, то есть вы составляете, то есть вот этот текст на полторы тысячи нужно передать максимум 15 предложениями, то есть 12-15, то есть полторы тысячи – это полстранички, и вот эти полстранички, 12-15 предложений, из них 5, так скажем, ни о чем, это все, это ваше знание языка, и 5 только по самому тексту получается. То есть вспоминайте, текст называется, но я вам еще это все дам, на всякий случай у кого-то, кто-то забыл, кто-то и потерял, чтобы у вас это было. Текст называется, автор текста тот-то, текст напечатан там-то, текст посвящен тому-то. Вот уже 4 общих предложения, да? А дальше пошли первые абзацы, говорится о том-то, то есть в этот абзац, если идет информация в одном абзаце полностью, да, значит, или в двух абзацах, автор подробно становится на том-то, то есть одним предложением. Ну и вы можете, автор отмечает, что максимум 2, все. Дальше третий абзац и так далее, и так далее, и там и будет у вас абзаца 3-4, не больше за такой вот маленький, коротенький текст. В заключении автор делает вывод, или в заключении, там, значит, автор поясняет, объясняет, ну, это тоже фраза вам дам. И обязательно свое мнение. Я считаю, я думаю, этот текст интересный, сложный, несложный, кому он подходит, на кого он предназначен. Вот у вас 5, получается, общих фраз, да? Из них всего 7 предложений, вот, по тексту получается. То есть это мы с вами еще будем делать, то есть тексты я вам в классе возьмем, на следующем занятии по плану перескажем, то есть я вам напомню, как это вы делали на бакалавриате. Так, это то, что касается этих тысяч. Тысячи начинаем, ну, давайте недельки через 2 уже, значит, думаю, уже начнете сдавать. Недельки через 2 уже кто-то, не тяните особо, потому что 200 тысяч – это, в принципе, много. Вот, обычно, значит, я посмотрю, если у вас пойдет хорошо, тогда, вот, я знаю, что некоторые группы, они пишут рефератом. Я думаю, что мы не будем, наверное, в первом семействе писать реферат. Давайте, в скидке, 20000, я-таки, вас прослушаю, чтобы, ну, это будем индивидуально. У кого будет хороший тип, ну, разрешим писать реферат. У кого будет идти похуже, значит, тогда будем, значит, все тысячи переводить, тренироваться в переводе. Так, и вот вы, значит, в бально-рейтинговую систему получаете за перевод иноязычной литературы. То есть я вам, вы когда перевели, принимаетесь, ставлю оценку за чтение, перевод, чтение, перевод, пересказ. Вот у вас перевод иноязычной литературы, значит, все ваши переводы по десятибалльной оцениваю и умножаю на 2. Вот вы максимально 20 баллов набираете за перевод. Одна колоночка. Дальше идет аннотация, это ваши пересказы. То есть все средние оценки сложила по десятибалльной, умножила на 2, это ваша оценка. То есть максимально 20. Так, это вот то, что вы делаете за, так называемое, наше чтение-перевод. Это то, что тысячи вы сдаете. Дальше пойдет письмо. Мы будем заниматься с вами по учебнику чуть больше скажу, вы будете писать письменные работы. Значит, за каждую письменную работу ставлю оценку и письменную работу ставлю общую оценочку тоже по 20-бальной системе. То есть я вам все по 20-бальной. Мы должны с вами набрать максимально 100 баллов. Но писать грамматика, лексика, как у нас раньше было расписано, но смысла в магнистратуре у нас этого нет. Вот поэтому все по 20-бальной системе, все только 5 контрольных точек. Дальше идет у вас презентация. Что такое презентация? То есть домашняя работа первая, аннотация домашняя работа вторая. Это письмо. То есть другое писание взятое, что подразумеваем, да, домашних работах. Домашняя работа третья, то есть это общая оценка будет стоять за вашу устную речь. То есть то, что вы будете говорить на занятии. То есть все какие-то устные занятия, задания будут задавать, все, что вы говорите, ставлю оценку по 10-бальной, тоже умножая на 2. Понятно. Так, и последняя контрольная работа. Контрольная работа, это мы с вами в конце семестре пишем обязательно ПЕТ или КЕТ. То есть сегодня напишем установочный тест, плейсмент тест. Я посмотрю, на каком вы мне уровне, чтобы хотя вы примерно знаете, да, что вам давать, КЕТ, ПЕТ и так далее, что мы потянем. Вот скажите, пожалуйста, кто-то из элементарий групп есть из начинающих? Есть никого. Все продолжающие были, все на нормальном уровне, да? То есть вы тоже все по группе учились. Значит, в любом случае мы пишем с вами ПЕТ. Кто-то писал уже ПЕТ? То есть международный экзамен в формате ПЕТ, прелиминерий. То есть это, так скажем, подготовительный тест. Не КЕТ, КЕТ это самый простой. А вот ПЕТ это уже, так скажем, средний. Вообще мы по программе, по старой, по которой еще вы учитесь, вас достаточно вывести на международный уровень Б2 максимально. То есть это средний интимидует уровень. Чуть даже выше, чем интимидует, так АП интимидует. Но поскольку вы на начальном этапе в бухгалабриате вы не шли по этим всяким уровням, поэтому, ну так, ориентировочно, вот как раз ПЕТ это вот, он рассчитан на студентов 2 уровня 2, Б2. Значит, у кого-то выше будет С1, у кого-то Б2 это серединочка ПЕТа, и у кого-то будет Б1 чуть ниже. То есть в зависимости от того, какое количество баллов вы набираете. Скажите, вот в прошлом году какой-то тест проводили, вот ваше... Вы писали? Ну я писал, да, вот в прошлом году там какой-то тест. У кого? Ну я не помню, это у какой-то девочек устраивали. Да, подождите, вы в прошлом году. Там какие-то курсы устраивали по английскому языку? А, курсы это другое. То есть вас группы отбирали? Ну да. И на каком вы уровне были? Ну там, в сильный, по-моему, самый попал. В самый сильный попал. Хорошо, ну вот сегодня видно будет. Еще раз напишут. Вы, наверное, тоже, плейсмен-тест, вы, наверное, его уже и писали. Хорошо, но тем не менее, еще кто-то писал плейсмен-тест? Никто. Ну, у меня, извините, нет ваших данных, поэтому напишем еще раз. Так, значит, и контрольная работа это вот PET, оценка за PET. Вот максимально поставлю 20. То есть там, если мы пишем аудирование, то есть контрольная это по general English, то есть к вашей профессии никакого отношения не будет иметь. То есть, ну это вот поскольку по учебнику будет вносить, что-то предполагается, что вы после этого учебника должны все равно каким-то на каком-то уровне общим языком владеть. То есть там, значит, идет аудирование минут 30-35, вот, и потом чтение. Тоже задание на чтение, тоже где-то часа на полтора. И письмо райтина. Но мы райтина все не берем, мы берем только одно, по-моему, задание. Все, вот из этих баллов у вас будет максимально 100 баллов. Вот. Что у нас будет на самом зачете? Ну это вот зачет я... Можете приготовить. И вот при этом вот письмо. На этих письмочках ничего писать не надо. Отлично, что я сейчас раздам, и я начну, что делать. Это пока убирайте, мы вам это не увидим, никуда не смотрим. Так, это делали в прошлом году? Нет, это только в этом году делали. В прошлом году там еще не было. Вы писали другой, я поняла. Он другой. Эти только в этом году у нас. Я вам оценки ставить пятерки, двойки, тройки не буду. Мне надо, значит, я прошу вас выполнять каждого самому.